Приветствую вас. Проблема, конечно, не финансовая, то есть, финансовая страна, здесь она только на поверности лежит. А дело здесь, скорее, в вашем отношении к деньгам, к тому, как вы относитесь к своим целям, как вы относитесь к тому, что можете себе позволить, что не можете себе позволить, что хотите себе позволить, что не хотите себе позволять. То есть, смотрите, помимо всего прочего, да, вот, помимо всех проблем, того, что мужчина работает в армии, там, хочется везти вас в свой город, другой и так далее, вот, помимо того, что его сестра требует, чтобы вы платили за проживание в квартире и так далее, то есть все это, в принципе, такие очень внешние факторы, да, которые, ну, если и имеют какое-то значение, то явно не первое. А первое значение, первичное значение, первостепенное значение имеет то, что по какой-то причине вы взяли какой-то кредит, который вы почему-то вдвоем должны оплачивать, и вот об этом, о кредите, об отношении вашем к этому кредиту, вы ничего не говорите, ничего не рассказываете, понимаете? Вот, и, соответственно, с этого и нужно начинать, это самое главное, вообще, понимаете? Это самое-самое главное, потому что именно с кредита, с отношения к нему, к кредиту, именно с отношения к тому, что вы можете себе позволить, а что не можете себе позволить, да, кредит, да, и начинается все. Кредит, это довольно большой, да, то есть речь идет о, ну, какой-то сумме, правда, непонятно какой, но тем не менее, вот. И вы что-то получили, ну, благодаря этому кредиту вы что-то получили, значит, вот на этом нужно концентрироваться, в первую очередь, что вы хотели, что получили, и почему вы теперь, как бы, оказывается, не готовы платить за то, что вы хотели, ну, потому что кредит вам в тягость получает, вот. То, что вы говорите, значит, что из-за трех тысяч кредиток каждый месяц по миру пойдем, это, как вам сказал мой коллега, это родительская позиция, то есть вы здесь, как бы, решаете за мужчину, то есть вы, как бы, за него решаете, как, что вообще, как жить, как выступать, какой делать выбор и так далее. Это, на самом деле, позиция не совсем хорошая, но здесь, в принципе, я, наверное, буду повторять ответ коллеги, вот, Кудрышова Игоря Леонидовича, если буду, как бы, говорить вам об этом, с точки зрения анализа взаимодействия, ситуация, вот, в целом, такая, как у меня сказал мой коллега. Но вы поймите, что и у вас, и у парня есть основания так поступать, есть основания занимать именно такую позицию по отношению к реальности окружающей, и по отношению к вам. То есть мужчины считают, что вы можете уехать в деревню и там прожить, вы, почему-то, говорите, полгода, вроде бы, ну, мне, почему-то, кажется, больше года, получается, на другой плане, может быть, есть какие-то детали. Вот. То есть мужчины считают, что вы можете сделать что-то, вы считаете, что он может сделать что-то, и в итоге, в итоге, это, по сути, неврологическое поведение, то есть вы все время ждете друг от друга другого поведения, которое он не совершает и с которым он не согласен. Вот ключевой момент в том, что мужчины считают, что вы должны уехать в деревню, и с его точки зрения это правда. вы его точку зрения не принимаете. Потому что вам в деревне неприятно, неудобно, тяжело и так далее. И с этим тоже нужно считаться. Но, опять же, возникает вопрос, а кредит на что он, как бы, что вам позволил, что вам давал кредит? Об этом вы, как бы, забываете. Вот. Поэтому здесь, в первую очередь, нужно и себя, и вашего парня спросить о том, а вы вообще вот друг для друга чего хотите? Вы счастливы? Вы чего, по большому счету, хотите? Помните ли вы, для чего кредит брали? Что хотели получить? Получили это. Ну, и все. И все. Так, да. Дальше. Значит, парень работает в армии, живем в одном городе, он планирует со мной уехать в другой город за 7 тысяч километров, где его родной дом. Там есть квартира, где прописаны он и его сестра. Там никто не живет. Вопрос. Чей долг за квартиру? Почему долг за эту квартиру должен платить мужчина? Что это за гипертрафированная такая ответственность у него, выплачивая долг, который он, я понял, не образовывал? Непонятно. Значит, ну, соответственно, если он уехал в армию и квартира осталась, то, опять же, непонятно, почему не были предприняты соответствующие меры. То есть, квартиру можно закрыть на ключ, запландировать и отключить там от всех, ну, сетей, как бы, и все, по-моему, это делается. Вот, почему вы этого не сделали, это вопрос, как бы, к парню и к его семье. Но это не ваша проблема. И из-за этой проблемой вы страдать не должны. Так же, как парень, вполне возможно, не должен платить долг. Тут, как бы, нужно решать этот вопрос. У сестры своя квартира в ипотеку, где она живет с мужем. Сейчас он в командировке на три месяца и отправили его как раз туда, где его дом. Кого отправили? К дом кого? Ну, он работает и учится, да, в миг выбраться не может. На работе у парня не ладятся отношения. Тут, знаете, как вы пишете, что она живет с мужем, сейчас он в командировке, он, кто муж, тут путаница происходит. Значит, на работе у парня не ладятся отношения. Опять же. Почему? Если не ладятся отношения, то на помощь. Не из-за гиберли ответственности у него не ладятся отношения. Нужно проводить анализ взаимодействия. С утра насчет квартиры требует деньги, но там есть ее доля, она претендует на нее. С утра насчет квартиры требует ее деньги. А когда квартира оставлялась, и когда там копился долг, почему она не требовала деньги? Почему вы эту квартиру не сдавали в конце концов? Ну, то есть, не вы, а они. Но требуют с него с утра деньги на уничество. Разберутся они с твоей сестру и сами разменят. Ну вот. Значит, так. Для ее сына же там отдельная комната, то есть в этой квартире, куда парень хочет вас увезти. есть отдельная комната для сына и сестры. А вы вообще хотите уезжать за 7000 километров? Вы сами. Так. Значит, и что, раз там не собрали жить, то чтобы ей платили, чтобы ей платили. А с какой стати, если он там прописан? На каком основании платить ей? Непонятно. Мне кажется, тут, наверное, юридически консультироваться. Потому что, насколько обоснованы ее претензии, не очень ясно. Если ей можно долю ее продать, ну, выплатить ей долю в квартире, как она хочет. Денежную. Это да. А требовать платить, как бы, пока вы там живете, она не имеет права. Половина долга, кстати, на ней. Поэтому вот ее доля, это 6 сумм. Это сумма доли за вычислом половины долга. Так. Значит, вы беспокоитесь на наш кредит. За что? Что за год его надо погасить и накопить на поездку в его родной город. Почему за год? Именно год почему? Вы сейчас живете вместе. Ну, живите вместе еще. Два года живите вместе, три года живите вместе. Семью создайте, поженитесь. Почему именно через год? Или кредит за год надо погасить? Потому что срок остался. Да, вроде не по срокам, а по сумме кредита вроде бы. То есть тут вот тоже непонятный момент. Далее. Накопить на поездку в его родной город. Вот это тоже по-конгрессу. То значит, накопить на поездку то есть просто билеты. Но вы же едете как бы билеты в один конец нужны, разве нет? Или обустроить квартиру? Ну, обустроить квартиру, понятно, требуется время, но я полагаю, что вы же об этом не говорите. Вы не говорите, что там нужен ремонт, что там что-то еще. Просто на поездку накопить. А что, поездка такая дорогая? Ну, какая бы она дорогой ни была, все равно это не сумма ремонта, да? и мебели, и всего такого в квартире. Так. А так не получится. Все предлагают. А почему не получится? То есть, понимаете, да, вот одно на другое. Вы подаете информацию так, что она скорее передает еще больше вопросов, чем ответов, понимаете? Вот. Все говорит очень эмоционально, порывистое, импульсивно. Вот. Сразу создается ощущение, что вы со своим парнем скорее находитесь в недопонимании друг друга, чем вот эта вот вся ситуация на вас влияет. никакая финансовая ситуация не повлияет на отношения, если в отношениях есть понимание. Поэтому сперва от понимания, потом уже к финансу. Чего хочу я, чего хочешь ты, хотим ли мы одного и того же, как будет это приемлемо для тебя, как это будет приемлемо для меня, кто может уступить, исходя из степени вырона. И все. Так, все предлагают, что мне, чтобы я уехал в деревню в Наукмаме до ноября 2018 года, а он в казарме бы жил, типа квартиру снимать не надо, и много денег можно закрепить классно. Вы понимаете, вот посылать вас в деревню к маме до ноября 2018 года как бы странно. Что-то вы не снимаете квартиру в хаме сейчас из-за того, что болеете. это понятно. То есть, может быть, раньше вы квартиру снимали, а теперь вы болеете. То есть, ну да, раньше вы квартиру снимали, а теперь вы болеете. Квартиру снять не сможете. Снимать, то есть, соответственно, вам нужно выздороветь и начать работать и снимать квартиру. В принципе, вариант хороший. В принципе. Вот. Но опять же, непонятно, почему, откуда такое желание с какими-то быстрее погасить кредит и куда поработать приезжать. Потому что видеться будем по выходным и на месяц отпуска бы приехал за год. Я в шоке от этого решения, потому что до моей деревни проблематично очень добраться и, конечно, у него не получится из-за работы так видеться. Почему? То есть, вам там нечего делать, это вопрос отдельный. Это то, что как бы это то, что касается вас. После чего нужно было начинать. А вот до этого это выращается за него и это неправильно. Либо мужчина держит свое слово, либо нет. Если он не держит свое слово, то, соответственно, мужчине нельзя доверять. И почему вы считаете для себя позволителем указывать ему или за него решать проблематично или нет. Он в это ввязался и он будет приезжать. Если он отвечает за свои слова. Если нет, вы это увидите и уже будете делать вывод. Вы не мучая жена. Пока еще. Что это касается того, что вы говорите о себе, что здесь ключевой момент только в том, что у вас напряженные отношения с отчимом. И вот это наводит на мысль о том, что возможно у вас проблемы с мужской фигурой, со взаимодействием с мужской фигурой. То есть у вас нет отца или он был, но как бы что-то случилось, либо он ушел. И соответственно мамина модель поведения она такая, что вы решаете за другого человека. И мужчину вы выбираете соответствующего, вполне возможно похожего на отчим. То есть здесь родительский сценарий очень силен дает о себе знал. И здесь нужно разбираться в характере ссор отчима и мамы и в характере отношений вас и отчима. Почему тяжелые отношения и за чего они тяжелые. Понимаете? Ого. Дальше. И работы там нет и друзей. Ну в принципе вы жили там когда-то. но опять же вот это ваш выбор. Помимо отношений с отчимом и отчимой и мамой это ваш выбор. Не ходите, не нравится вам, это вам решат никто, никто не правит заставлять вас туда ехать. Он говорит развитие будущего можно потерпеть. Он как бы навязывает вам свою позицию. тоже не хорошо. Но и вы ему свою позицию тоже навязываете. Здесь я вижу зеркальные отношения отверкаливания отношений отчимой и мамой, которые тоже постоянно ссорятся. И вам нужно срочно менять свою модель поведения, чтобы не повторять линии поведения мамы. Типа переедем в его город и за кредит надо платить если не закроем его до переезда и еще за квартиру. Так что там долг коммунальный никто не платил, наверное, будет гоститься его и платить много. И вроде бы это все как бы справедливо. Вы говорите 3000 кредитов каждый месяц по миру пойдем что ли. то есть вы берете и обесцениваете то, что говорит мужчина. Это больше 3000 для него это важно. Почему вы считаете, что он должен понять то, что вы оспариваете его позицию? Вы говорите то, что касается лад, а не то, что касается его лада. Понимаете? Это ключевой момент. Это ключевой аспект. Понимаете? Дальше. Значит, следующий момент. Получается, мы всю квартиру выплатить должны что ли? Это долг расписа, такие вещи заявляют. Нет, об этом я сказал. И еще ей платить за то, что там живем. Об этом я тоже сказал. Вот. Я сейчас не работаю, здоровые проблемы. Так, про здоровье я сказал, что вы можете снимать квартиру и когда выздоровеете. И приезд можно отложить. Это уже вопрос ваших отношений с молодым человеком. Я сказал ему, чтобы дождался сначала, когда на работу выйду, и попросил выкинуть о том, чтобы я уехал на год, а без минут не смогу. Он возразил мой знакомый. Это вот уже характер вашего мужчины. и самое главное, что вы не ответили мы на вопрос, бросите вы его или нет. У вас нет четкой такой стратегии взаимодействия друг с другом именно на основе я-сообщений. Вы говорите ты я, а не я. Говорить нужно я. Еще раз попытался убедить его, что это не выход, не выход. Вам не нужно убеждать его. Вам нужно говорить о том, что вы хотите, что для вас приемлемо, что вы считаете им, а не то, что выход для меня. На счет того, что он будет работать при переезде там, в той части, там частые командировки, но уеду на полгода и что я могу с этим делать. не понятно. Все могут работать при переезде там в части командировки, но уеду я на полгода и что я могу с этим делать, я не могу отказаться, надо мириться с этим и проще относиться до работы. Все это выпалило мне, а вот я долго не хотел случиться, грубо говоря. Здесь нету связи в том, что вы говорите. Это будет работа при переезде, где там есть частые командировки, ну и что уеду на полгода, и что какое-то отношение имеет к вашим проблемам. Вы знаете, на что идете когда соглашаетесь на переезд? Или ему поработать? Но быстро он едет туда один и платит, а мы здесь. Если он живет, то еще раз повторяю, как бы... Ну... Изграничивать себя и его. У молодого человека у него свои цели, проблемы и так далее. Понимаете? Вот. И... Вы не обязаны отвечать за его какие-то ситуации, за какие-то интересы, за его обязательства, которые он сам на себя берет. Понимаете? Вот. ситуация, она именно такая, чтобы без ожиданий адекватно разграничивать свои интересы, да, и интересы, собственно говоря, мужчины. постоянные претензии и будут у вас. Вот. Ну, далее вы говорите, что он не выдерживает ответственности, ну, и нужен ли вам такой мужчина, который не выдерживает ответственности? Знаю бы себе, пессимист видит плохое, но вы же вот таким приняли, что изменилось теперь. Это сложнее в нас ситуация, в общем, все нехорошо. До командировки рядом все это легче решалось, а сейчас, что он далеко, и что мы не можем говорить нормально, все обостряется. Вот как решить эту ситуацию? Решать нужно только лишь в контексте ваших интересов, и не более того. То есть, спорить с мужчиной, спорить с ним действительно не стоит, потому что в настоянии из этого ничего хорошего не получится. Все серьезные вопросы вы, как бы, оставьте на личное обсуждение, а на сущные проблемы решайте, исходя из своих желаний. Это единственное, что вы можете сделать, разграничить ответственность по каждому вопросу превентивно, чтобы было понятно. Я могу вам помочь, не только я, любой специалист, который вам понравится, может помочь вам решить эту проблему. Нужно буквально вот на разграничение ответственности, нужно буквально несколько консультаций, может быть, две, три, не больше. Так что выбирайте, сами смотрите, решайте. И поймите, что это ваша жизнь. И если вы сознательно обрекаетесь с себя на все эти проблемы, то они будут всегда, опять же, как правильно вам сказал коллега, и если мужчина не справляется с ответственностью, то он и не будет с ней справляться. И проблемы всегда такие будут. Ну и вот вопрос кредита, отношение к кредиту тоже очень важное. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.